Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного пособного хозяйства. И сегодня мы продолжим тему о клубнике. После видео о том, как я рассказываю об уходе за клубникой, о составлении, то есть календаря, возник ряд вопросов о сортах, которые я выращиваю. И сегодня я хотел бы вам про них рассказать. За много лет я испытал много сортов клубники и выбрал самые достойные, которые мне больше всего нравятся. Они хороши и по урожайности, и ягода вкусная и сладкая, поэтому их я могу вам порекомендовать. Эти сорта в моей коллекции. Первый сорт Бимазанта. Это старый сорт голландской селекции. Кусты очень мощные. Листья большие, морщинистые, светло-зеленые. Цветоносы также мощные. Кусты во время цветения усыпаны цветами, просто белые грядки. Урожайность очень высокая. Ягода крупная. Около 40 грамм. Есть, правда, один нюанс. Ягода нетранспортабельная. Эту ягоду я выращиваю не на продажу, а исключительно для собственного потребления. Лучше всего такую ягоду употреблять в свежем виде. Это один из самых лучших десертных сортов, по моему мнению. Поэтому рекомендую посадить данный сорт и употреблять ягоду свежей. Конечно, такую ягоду можно и привезти в город. Однако лучше ее собирать тогда в тару небольшого объема. Это могут быть какие-то корзинки, баночки. Тогда вы сможете довезти. Но если вы собираете ягоду данного сорта в большие емкости, в ведра, то, конечно, она помнется. Второй сорт в моей коллекции. Это сорт лебедушка. Это необычный сорт. Это сорт белоплодной клубники. Ягода у данного сорта белого цвета, даже когда созреет. Иногда, если она на солнце, то бочок может быть слегка розовым. Ягода по вкусу очень необычная. Она сладкая, с кислинкой и с ароматом ананаса. Ягода довольно крупная. Может вырастать до 30-40 грамм. В отличие от остальных сортов белоплодной клубники, ягода у этого сорта крупная. Еще одно преимущество. Ягода достаточно транспортабельная. Может выдерживать перевозку. Но самая ценность этой ягоды в том, что белоплодная клубника, она гипоаллергенная. А значит, ее можно спокойно давать детям без каких-либо опасений, что возникнет аллергия на ягоду. Поэтому всем также рекомендую данный сорт. Нужно еще отметить, что данный сорт очень хорошо размножается усами. Дает много рассады. Поэтому размножить этот сорт не составляет труда. Третий сорт. Это сорт Кимберли. Сорт голландской селекции. Выведен относительно недавно. Но покорил многих садоводов. Чем же хорош этот сорт? Кусты у данного сорта довольно мощные. Листья очень жесткие. Их невозможно бывает срезать, когда они засохнут. Очень трудно. Цветоносы также мощные. Прямостоячие. Под нагрузкой ягодой в период созревания они, конечно, ложатся. Ягода у данного сорта крупная. До 50 грамм. Она похожа на сердечко. Если разрезать ее наполовину, то ягодка выглядит как сердечко. Ягода очень плотная, транспортабельная. Сладкая, с кислинкой. Многим, конечно, она кажется кислой. Но это от недостатка солнца. Все же я рекомендую этот сорт высаживать на черном спонбонте выращивать. Или на черном агроволокне. Тогда ягода более сладкая. Получает больше солнца, больше тепла. И набирает сладость. Эта клубника идеально подходит для заморозки. Ведь даже когда ее разморозишь, эту ягоду, она не растекается, не расползается. Она держит форму. Ягода сама по себе очень плотная. Крупную ягоду первую лучше замораживать, употреблять в свежем виде. А последнюю ягоду, мелкую, лучше всего использовать для приготовления варенья. Когда маленькие ягодки, они не развариваются, держат форму и варенье очень классное получается. Урожайность также у этого сорта очень высокая. И нужно сказать, что устойчивость к заболеваниям высокая у данного сорта. Поэтому всем рекомендую у себя посадить сорт Кимберли. Следующий сорт Чиф 64. Это сорт американской селекции, сорт среднего срока созревания. Кусты средней силы роста имеют очень мощные цветоносы, которые не полегают даже под урожаем. Конечно, первая ягода, если очень крупная, да, могут где-то полегать. Но если на второй год плодоношения, на третий год плодоношения уже может быть ягода чуть мельче. И цветоносы выдерживают эту нагрузку и не полегают под нагрузкой урожайностью. Данный сорт клубники очень крупноплодный. Ягоды до 50 грамм. Они удлиненной формы, вытянутые. В полной зрелости ягода розового цвета. Она не красная, не темная, она именно розовая. Но несмотря на это, ягода очень плотная, очень транспортабельная. На вкус сочная и сладкая кислинка практически не чувствуется. Это, наверное, один из самых сладких сортов клубники. Если вам нравится именно клубника без кислинки, то этот сорт идеально подойдет для вас. Еще преимущество данного сорта, что этот сорт устойчив к заболеваниям. В Беларуси он отлично растет. Нет никаких подмерзаний, не нужно укрывать. То есть, ну, сорт просто супер. Поэтому также рекомендую его для выращивания. Следующий сорт. Это сорт Азия. Наверняка все слышали про данный сорт. Это относительно новый сорт голландской селекции. Кусты у данного сорта мощные. Темные красивые листья. Цветоносы также мощные. И крупные ягоды. Ягода 30 грамм, 50 грамм может быть при хорошем уходе. И урожайность колоссальная. По вкусу ягода сладкая, с небольшой кислинкой. И очень ароматная. Данный сорт полюбили многие дачники. За устойчивость к заболеваниям. За хорошую урожайность. За транспортабельность ягоды. Чем хорош этот сорт. Этот сорт отлично подходит как для заморозки. Так и для употребления в свежем виде. Для приготовления каких-либо домашних заготовок. То есть компотов, варенья. Поэтому всем рекомендую также этот сорт к выращиванию. Данные сорта клубники я выращиваю в Минской области. Это Республика Беларусь. Минская область. Климат у нас похожий. Со средней полосой России. С северо-западным регионом. Поэтому я думаю, что и с успехом остальные наши зрители, которые проживают в данных регионах, могут вырастить данные сорта. Если в Беларуси данные сорта растут без укрытий и не подмерзают, то возможно в более прохладных регионах может быть подмерзание. Поэтому при выращивании все-таки постарайтесь замульчировать почву на зиму. Либо укрывать посадки клубники белым спонбондом. Чтобы она не подмерзала. Вот такие сорта я выращиваю. В сезон обязательно покажу вам, какая урожайность, какая красивая ягода. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч.